Так, мальчик к нам подключился, да, если я не ошибаюсь? Да, да, я нахожусь в государственном ансамбле в Баку, в Азербайджан, вот. И я не могу слушать то, что говорят армяне про нас. Ты мой хороший, сколько тебе лет? Мне 12 лет. Ой, ты мой хороший. Да, я с тобой вполне согласна, видите? Так, менскаут, пожалуйста, когда находитесь в эфире, если я общаюсь с оппонентом, не зачитывайте вслух смс, и вы меня перебивайте. Так, ребят, я хочу сказать, вот видите, наше молодое поколение, наши дети, вот, мальчику 12 лет, и он тоже даже возмущен тем, что говорят в соцсетях армяне, да, наверное, встречает разные, не знаю, видеоролики. Как тебя зовут? Меня Исмаил. Ага, Исмаил. А что вот именно, как вот ты, с чем ты сталкиваешься и видишь? Я сталкиваюсь с тем, что у меня в школе даже есть армяне, они ко мне подходят, узнают тоже, я нахожусь начинаю говорить, то, что карабах наш, вы вообще нам ничего не сделаете, вы ужасные люди, убиваете без причины, вот, что-то типа такое говорят нам. Ну, я пытаюсь всем донести то, что мы не убиваем без причины, ну, как бы, нормальные, адекватные, то есть, у нас есть даже свои, это, грозные, как бы, вот, так. А можно у тебя спросить, ты где живешь? В Баку, Азербайджан. Ну, а больше... А, я... Смотри, я бы тоже с тобой пообщался, но, по-моему, по правилам нельзя до 18, если тебе нет 18. Если он видео подключен, нельзя, если без видео можно. А, понятно, понятно, можно. Ну, я без видео. Смотри, а вот ты говоришь, ты где ты учишься именно, скажи? Я учусь в России, но переехал сюда. Да, но... Ну, тебе это говорили, тебе говорили, это армяне, которые в России, ты сталкивался с ними, да, вот, что типа они так говорят? В России. Вообще, в Азербайджане такие бы армяне не выжили бы, мне кажется. Да почему? Это просто... У вас спор вечный, в Азербайджане, армяне. Не, вы знаете, я извиняюсь, вы к нам сейчас именно откуда подключились? Из Азербайджана. Ага. Не, не, мальчик, я поняла. А, вы именно из Швейцарии. Ну, если бы вы знали, конечно, у нас нет никаких споров, мы уже решили свой. Так у меня друзья из Баку, из Еревана, из туда, оттуда. Вас как зовут? Меня зовут Ян, я из Швейцарии, родился в России. Ян? Ну, мне... Да. А по национальности? Ну, как мне поделить, половина украинец, половина русский, как мне еще, поэтносу. Ага. Ну, имя просто такое, поэтому я спросила. Ян, вы знаете... Да. Вы знаете, я вам скажу, что здесь никаких у нас споров нет. Карабах это всегда был исторический, юридический, резолюциями ООН, территории Азербайджана. Поэтому, ребят, вот, мы уже этот вопрос решили, просто нам надо было всегда, чтобы Азербайджан решал свой вопрос лицом к лицу с Арменией, чтобы никто, третье лицо, скажем, не участвовал в этой ситуации. Вот, спасибо за то, что соглашаетесь, знаете, значит, историю вообще с Карабахом. Ну, что у меня друзья есть из, да, из Карабаха, из Нахечевани, конечно, историю знаю. У меня друзья есть из Баку, из Армении, и все нормально здесь находимся, живем. Да. Поэтому я думаю, что этот вопрос уже решен. Да, Мельман, вы что-то хотели сказать? Я просто хотел спросить у Яна, я очень извиняюсь, Ян, как вы поступили, если... Я пришел и отобрал одну комнату у вас, в вашем доме, в вашем селье. Смотри, к чему вы это говорите? Во-первых, не ты, а вы. Вы, да, да. Хорошо, я бы защищался. Вы ответили на свое ответ. Ну, вот. Но он это и говорит, он, в принципе, и соглашается, говорит, что я знаю всю историю и знаю, что... Да, ну, как бы с Нахечевани, с Карабахом я всю эту историю знаю, потому что я даже работу писал по этой теме. А сейчас, смотрите, уже другая история началась с Украины. Да. Ну, а как вы относитесь к тому, что приходят и забирают? Как я отношусь, ребят, я неоднократно уже выражалась и говорила на этот счет свое мнение, как я отношусь к этому. Но сегодня, конечно, грубейшая ошибка и нарушение международных прав со стороны России к Украине. Сегодня идет оккупация территории истребления, скажем так, народа, мирных жителей. Соответственно, я против этого, соответственно, я знаю, что нарушаются, опять же, резолюции ООН, нарушается территориальная целостность Украины, как суверенное государство. Это грубейшая политическая ошибка, я скажу, что военное преступление, назову это так, поэтому я конкретно не поддерживаю это и я за свободу Украины. Ну, конечно, конечно, молодчинка. А то, что пацаны каждый день гибнут, по сотне человек, 300, там, 500 человек умирает, пацанов молодых. С какой стороны вы имеете в виду? Из России? С собой, да с собой, собственно говоря. Ну, что я могу сказать, Ян, вы понимаете, Украина умирает, как бы, люди умирают за свою родину, за свободу своей родины. А вот почему Россия это делает? Да, там, 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 старобароны из ССУ умирают, а русские посылают просто из Белгорода, там, в Харьков каждый день. Ну, просто жалко, что молодые пацаны. А кто их направляет туда? А кто их направляет туда? У них спросите. Ну, офицеры. Особенно, да, РФИ. Это относится к РФИ. Вот насчет того, что... Вы служили, мужчина? Я прошел Карабах, первый Карабах. А, ну да, 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 ну я тоже офицер, у меня тоже звание есть. Смотри, просто такие дебилы бывают офицеры, которые пацанов просто на смерть присылают. Вот это вот я еще узнал давно. Если вы офицеры, то должны знать, что, как бы, понимать, что такое, как бы, есть такая специальность защищать Родину. Да, правильно, защищать Родину, а не нападать на другую страну. Ну, все. Да. Дадите ваш народ за поддержку Украины, за большую поддержку, за то, я видела, как в Азербайджане собирали гуманитарную помощь на Украину. Вообще, Баку была в 2014 году. И очень красивый город, очень доброжелательные люди. Хочу пожелать вам, чтобы вы боролись и вернули свои земли точно так же, как мы сейчас боремся за свою свободу. Не знаю, очень приятно, когда тебя поддерживают. Когда тебя поддерживают действительно те, которые тоже пережили насилие. И знают, что такое русская оккупация и русские солдаты. Поэтому говорить о том, почему... А это какие-то вопросы к русским или к украинским? Вы сказали, что вы в Украине, но говорите по-российски. Так, но я сказала, что я говорила на русской мове в Азербайджане. Я разговаривала на русском языке и меня спросили. Вы с Россией? Я сказала нет. Дело в том, что я вам скажу такую вещь, что в Азербайджане проживает около 150 тысяч русских. И есть такие даже поселения, села, скажем, где проживают староверы и тому подобное. Дело в том, что у нас все уживаются очень спокойно. У нас нет разногласий. Я вам даже скажу, что в данном конфликте бакинские русские очень многие поддерживают Украину. Поэтому как-то вот так. У них уже другая ментальность. Они как бы уже, скажем так, многие из них даже считаются более азербайджанцами. У меня есть даже вот семья, как бы друзья. Они как бы русские, брат с сестрой русский. Брат, ну парень женился на азербайджанке, хоть является русским. Даже принял ислам, как бы. И сестра его тоже вышла замуж за азербайджанца. Поэтому как-то вот так. И даже есть такие украинцы и русские, этнические, которые живут в Азербайджане, они воевали во Второй Карабахской войне вместе с нами. Классно, я считаю, да, потому что ты живешь в этой стране, ты защищаешь ее. Ну, это нормально. Девушка, я по-русски не заговариваю. Я говорю на английском, если я в Баку приезжаю или в Ригу, или в Литву. Ну, классно, если вы знаете хорошо английский. Я, например, на английском не разговариваю. И в Баку... Да, ну в Баку как бы, да, я столкнулась с тем, что русские очень не так часто там разговаривают, но молодежь уже говорит на английском больше, наверное, чем количество русскоговорящих. Мне так кажется, показалось. У нас в Азербайджане говорят и на английском, и на русском. Допустим, я беру себя. Я могу и на английском, и на русском, и на украинском, и плюс к тому же азербайджанский. Как-то вот так. Вот так вот именно. Да. Английский молодцы. Очень приятно. Надеемся, что когда война закончится, будете ездить вы к нам, мы к вам. Да, приезжайте к нам. И как бы дружить народами. Ребят, обязательно. Да, спасибо большое. Последний раз, вы знаете, я была в Украине два года где-то, ну до пандемии, два-три года назад. Я была последний раз во Львове. И я неоднократно говорила, да, около Львова там есть такое, скажем, туристическое, курортное, скажем, такое место. Ну, и лечатся там санатории разные. Это Моршин, если кто знает, слышишь? Да, да, да. Да, конечно. Вот я отдыхала там две недели, в Моршине как бы пила вот эти водичка из родника там, в общем, лечебная. Очень понравилось мне потом обратно во Львов. Так я в Украине практически во всех городах была. И в том же Херсоне, в Харькове, в Николаеве, в Донецке, в Днепроп-Тросске. Моршин – это Прикарпатия. И также я была в Донецке. Скажите, вы когда-нибудь ощущали какое-то предвзятое отношение к вам в Украине вообще когда-нибудь? Нет, никогда. Я хочу подчеркнуть, что дискриминации никогда в Украине я не замечала, не видела. Еще больше скажу, что мало того, что я была во всех городах, я прожила около, ну, закруглю, так скажем, около 20-23 лет в Украине. Я выросла в Украине, поэтому, соответственно, я знаю Украину очень хорошо. Никогда я себя там не чувствовала как-то в чем-то ущемленной, либо что-то такое вот, что мне что-то говорили, или чем-то там в чем-то упрекали. Такого не было.